Привет, народ! Сегодня X3030 кадров 4К. Потестирую, посмотрю, как она новая камера. Есть немаленькая проблемка, но потом расскажу. Такая незначительная. Сегодня приехал, погода прекрасная. Аэропраг 22-й уже заправленный, готовый к полету стоит. Сейчас полетаем тренироваться. Сегодня планирую круги, посадку поотрабатывать. Нужно мне еще это доработать. Все пока на лыжах, но сейчас в ближайшие дни уже скоро полоса будет докрываться. Переходить на летний режим, самолет переходить на колеса. Поэтому апрель будем летать к городскому аэропорту. Там твердая полоса, там на колесах. Скоро должны в строй соката зайти, так что будет много видео на тему авиации. Небольшая вставка уже на стадии монтажа. GoPro 10. В принципе, с ней все хорошо. Но наконец-то у меня случилось то, что случалось у многих. Мне про это писали, но у меня почему-то таких ситуаций не было. Дальше будет. Мы ее когда установили во второй самолет Piper. Наверху она стояла. Я ее все подключил. Подключил к медиамоду, к питанию. Камера была заряжена. Там 85% где-то было. И уже когда выруливали на взлетную полосу, я ее включил. Запись пошла. Я проверил. Все хорошо. X3000 у меня была в руках. Я тестировал разные ракурсы. То есть мы думаем, куда устанавливать дополнительные камеры в самолете для съемки. Я ее снимал именно в руках. То есть мы пробовали на себя, от себя, в разные стороны направлять. Это именно такое тестовое видео были. GoPro, я был уверен, что она пишет. При этом GoPro записала маленький отрезок. Там буквально 370 мегабайт, там секунд 10, наверное. Камера была теплая, из машины в самолет теплый. То есть она нигде не охлаждалась, не замерзла. В самолете тепло, печка фигачит. Вообще офигенно. Вот, то есть холод отменяется. Она записала небольшой отрезок и остальное не записалось вообще. То есть камера записывала. Я потом проверил, там в полете, да, камера работала. На камеру шел счетчик, то есть что запись идет. Но при этом ничего, никаких файлов на ней не сохранилось, кроме вот этого маленького. Что произошло, не знаю. Но в плане, блин, меня это сильно огорчило. Я, конечно, вот так вот надеешься, там важная запись. Она, хорошо, это тестовая запись у нас была. Ну, в общем, X3000 в руках отработала, все хорошо. И дальше будет, там, две минуты видео. С X3000 в основном оставил я этот маленький отрезок, когда мы выруливаем на GoPro сверхширокий угол. Но это все, что есть в GoPro. Остальное все на X3000. Соответственно, не записались радиопереговоры, не записалось то, что мы там говорили. Поэтому просто небольшие кадры с X3000 самолета Piper. Кому интересно, посмотрят. Ну и в конце там небольшой вывод. То есть мы поняли, когда что GoPro отключено. Ну вот так. В общем, надо поразбираться. Наверное, буду в следующих именно обзорах на эту тему рассказывать. Продолжим. Осмотр самолета. Парашютная система. Кстати, на нем на единственном арфакте в мочищах установлено. Все было, все было хорошо. На этом самолете необычно то, что подрезан хвост. То есть он еще и буксировщик планеров. Но из-за этого есть некоторые особенности в полете по управляемости. Но в целом, как бы, в целом все нормально. Ведь ничего там нету. Все надежно, максимально просто. На тросах. Все проверяем. Лыжи, баки, антенны, шурупчики, что никакие не подвыкрутились. Ну и все. Прогрев двигателей вперед. А это мини-заправка. Сюда после полетов подъезжает самолет. Шлангочком это я как-то показывал. И заправляется. Потому что после, ну, кругля на ночь, самолеты нужно оставлять с полными баками. Это важно. Кто-то еще сегодня летать будет в понедельник. Сейчас, кстати, довольно сильный ветер. Х-3000 на ходу. Надо мне вообще проверить. Сейчас, кстати, работает 4К, по-моему. О Х-3000 начал забывать. Реально, ребята, отвык от Х-3000, начал забывать. Насколько помню, 4К работает только оптический стаб. У нее цифровой не должен работать. Ну, посмотрим. Надо мне вообще сравнить АС-300 свою и вот эту Х-3000. То, что АС-300 у меня ремонтирован и оптический стаб отслоялась матрица. Ее именно ремонтировали, не меняли. Был эксперимент. Надо в 1080, там 50 или 60 кадров сравнить. Насколько она правильно. А то, может, ее больше колбасит. Из-за того, что она как раз по ремонту у нее проблемка. Так, иду в дальний ангар вон туда, за гарнитурами. Вот как все просто. У нас в будильнике, у нас даже гироскопа здесь нет. Ну, для стандартной учебы он, в принципе, не нужен для тренировочек и так далее. Так-то обычно здесь еще гироскоп стоит. Вот, все просто. Скорость, часы. Кстати, завести высотомер по давлению. Вертикальная скорость. Рация. Два канала. Компьютер бортовой. Ну, в смысле, параметры двигателя. Два бака. Включение приборов. Доп-насос. Зажигание. Розетка. Предохранители. Рут. Рации. Гарнитуры. Все обе подключены. Одна микрофон, одна. Прием. В общем, все готово. Прикуриватель даже есть. То есть, два. Можно одновременно вдвоем курить. Ну, и педали. Так, а здесь еще 220. Полностью отключается аккумулятор под сиденьем. Потренировался на апракте. Полетал. Посадки. Надо мне еще посадки поотрабатывать. Ну, в общем, хорошо. Сейчас переместился на пока еще действующий городской аэропорт Новосибирска. Сейчас объезжаю все. И у нас еще в программе сегодня с другом полетать на Пайпере. Полетаем над городом, над Новосибирском. Сегодня такой хороший летный день. Впереди погода не очень. Аэропракты, наверное, на лыжах уже сегодня как бы... Скажите, вообще крайний день. Теперь вот на колеса переставлять. Получить. Короче, дома, аэропракты закрыты. Вот. Ну, а здесь у нас полоса твердая. Поэтому здесь полеты прерываться не будут. Так что сейчас полетаем на Пайпере. Есть захотелось. Нашел у себя Сникерс. Он у меня год, наверное, лежит. Он, короче, уже весь внутри белый стал. Хе-хе-хе. Интересно, он съедобный. Ничего страшного. Можно ли такие вещи перед туалетом есть? Есть охота. Нормально. Не такой еле. Хе-хе. Есть охота. Подогрев Пайпера. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. От розетки. А что они не работают? Сейчас прогреется. Будем выкатывать. Правда, нас тут заблокировали. Сейчас как-то надо между ними. А, ну это сейчас, наверное, прогреются, уедут. А нам бы вон туда бы вырулить. Сегодня будем, короче, не взял с собой много камер. Взял GoPro, забыл чехол от Sony. Поэтому на крыло я Соньку, наверное, без чехла не буду ставить. А GoPro, как бы, нет смысла туда ставить, потому что она замерзнет. GoPro будет вот здесь установлено. И провод будет писать радиопереговоры. А Сонька будет, наверное, в руках. GoPro готова. Сверхширокий угол. Сейчас переключимся сюда. GoPro будет, в общем, звук писать. Хотя надо было, может, Соньку... Не, ладно, пусть GoPro пишет. Или Соньку я вообще... Не, Соньку неудобно мне будет. От винта? По- impersonному, пусть rester в моем виде. Даже ездил на камеру. Например, все свое доброе. Подписывайтесь. Последний столк, поднимитесь. Понимаешься. Подписывайтесь. Об stat Marceleю. Подписывайтесь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»